всем привет меня зовут снежана рубричка книжные покупки на самом деле я должна была конечно вроде как снимать 24 часа чтения но я ничего не хочу делать я хочу только лежать и смотреть сверхъестественно учитывая что я смотрю сверхъестественно вообще в первый раз меня засосала как в трясину я вообще поражаюсь что я что-то даже читаю это очень удивительно поэтому пока не 24 часа чтения точно все будет зависеть от того насколько быстро я устану сверхъестественного повод по крайней мере разгрести завалы которые у меня появились за я уже не помню кстати за сколько времени в общем с последних книжных покупок здесь очень много всего потому что я перед отпуском максимально закупалась у меня во первых закрывались какие-то определенные гештальты были посылки в том числе две уже новогодние посылки оказались вскрыты и была супер гигантская посылка и была очень неожиданная посылка с самыми прекрасными закладками короче много всего и огромная-огромная столбка литературы на английском потому что опять же я очень сильно закупалась перед отпуском не знаю зачем я это делал но делала видимо я тогда так устала что я не могла остановиться вот я кстати уже в отпуске и я ничего практически не покупаю кроме младшей эдой и финской книжули так давайте тогда по порядочку а я забыла традиционно до традиционно для мема крокодилов что книжные покупки я не рассказываю аннотацию если что в описании будут ссылки на лайфлип точно на гудриц зависимости от того хватит знаков количества или нет потому что книжек 42 вроде как я не знаю еще как у меня в оформлении описание все влезет или нет но на лайфлип точно будут ссылки поэтому смотрите читайте аннотации а мы обсуждаем обложечки самое-самое любимое это обложечки как выглядит книжечки по порядку да ну давайте тогда сначала сначала у меня в ноябре во второй половине ноября что-то произошло меня переклинило и я поняла что я очень очень сильно хочу читать фэнтези много фэнтези и я как-то очень хаотично его покупала плюс закинула в электронку естественно очень-очень много всего и собственно вот в отпуске читала в поездке потому что было семь дней поездки и влог с поездкой если что лежит на бусте с морюшком но я там читала четвертое крыло этом читала энер айс и уже день конкретно прилета и прочитала кибер-золушку но об этом уже конкретно в прочитан короче да у меня сдвиг по фазе соответственно помимо всего что я набрала я во первых закрыла наконец-то наконец-то я закрывал дежитальца ведьмаком и собственно я купила видимо крещение днем башня ласточки и видимо к владычица озера я знаю что вроде как здесь есть еще вот сезон гроз дорога без возврата и все что написано в последнее время в этой серии для меня не существует я признаю только то что было написано изначально не хочу себя травмировать поэтому да я вот купила получается владычицу озера и закрыла этот вопрос для себя уже окончательно у меня все шесть книг вот в таком издании а последняя седьмая на седьмая она вот вот в это что было то и покупала потому что изначально я первые две книги соответственно из трех из вот этих вот покупала в отделе некондиции и соответственно я изначально ввязалась вот в это оформление оно не нравится мне оно ужасное если еще первые две книги особенно с йеннифер как-то более-менее прилично выглядит то это конечно позор это позор ну знаете это эффект я не знаю как это назвать но когда смотришь смотришь долго уже начинаешь постепенно привыкать а потом ты смотришься в его глаза и тебе становится страшно нет это конечно кошмар в целом да ну все наверное неплохо для фэнтези но вот эта вот манера актеров разрисовать это прямо очень плохо мне неплохо кажется выполнена вот эта серия но тоже не мечта всей жизни и к слову о том что мы же рассуждаем бложки я смотрю то что происходит в других изданиях на других языках вы знаете там тоже все печально у сапковского все такое странное есть симпатичные варианты и как ни странно мне понравился немецкий вариант который на основе уже типа сериала но они делают там плашечку что сериал netflix но сама обложка в целом выглядит довольно стильно и она как будто бы оперирует стилем еще и игровым есть обложки кстати игровые но это как-то странно для меня воспринимается я никогда не связываю своей голове книги игру поэтому игровые обложки я посмотрела подумала конечно же красиво безусловно это самый красивый идеальный геральт но в целом не совпадает у меня у нас есть старая серия по моему неплохая она тоже симпатично смотрится если сравнивать вот с этим но в общем целом это конечно не предел мечтаний и вот я купила вот эти две книжечки как раз выбирая еще и между такие лубочные серые есть серая такая серия у нас сапковского меня ужасает эта серия я ее терпеть не могу я терпеть не могу ее и в плане издания толкина поэтому на фоне тех обложек конечно же я лучше выберу вот эти очень-очень давно хотела прочитать в солны гуин взяла вот в таком вот формате это азбука и так понимаю фантастика на азбука фантастика есть у нее я видела ее боже она конечно прекрасно но нет она слишком огромная обложка там оригинальная идет именно то есть я так посмотрела с английских изданий она очень очень красивая конечно же совершенно прекраснейшая роскошь ну это просто азбука классика просто под названием азбука фантастика вот и все никакой разницы причем у урсулы легуин у волшебника земноморья очень красивые обложки в целом оригинале там такой довольно большой широкий разлет и в стилистике по цвету как это все можно сделать то есть от каких-то может быть бежевых и зеленоватых до синих оттенков обложки и они совершенно прекрасные конечно взяла просто волшебника земноморья потому что да я действительно очень давно хотела прочитать потом я смотрелась на сам бинс джесс она очень большой фанат урсула лигуин она читала у нее по моему чуть ли не все вообще я прям насмотрелась подумала что вот и настало время пора мне тоже прочитать и нашла в мягком издании я была снова в разделе некондиции в читай городе периодически конечно бывает затишье очень долго было затишье недавно как ну как недавно перед отпуском естественно и когда у меня переклинило на фэнтези я зашла и увидела вот это вот вот эту роскошь это джаспер форды последняя охотница на дракона в трилогии вот так она выглядела она вообще была спакована как бы такую пленку в пакет он был конечно же порван потому что здесь действительно есть некондиция вот в моем издании но мне было все равно потому что это очень роскошно выглядит мне очень нравятся обложки они конечно же на мой взгляд не совсем передают может быть вайп потому что когда ты смотришь на оригинальной обложке ты видишь вайп книг изначально мне очень нравится с машинами обложки и там просто девушка с драконом и просто дракон по моему есть в общем разные варианты и они как раз показывают наверное что изначально что вообще это такое за книги вот я такая джаспер форда что-то про дракона надо брать а я как раз перед этим построила план себе просто поездку прочитать четвертое крыло рбки ярос и я подумал о я прочитаю там про драконов возьму вот это вот тоже прочитаю про драконов больше драконов посмотрю как разные авторы пишут про драконов еще вот здесь вот взяла чтобы сравнить такое свое некое впечатление они какие-то очень небольшие но вы знаете это невероятно приятное издание во первых это не совсем формат покета это по моему называется европокет как-то так да европокет потому что вот он больше он больше чем покет по размеру он сделан очень качественно очень качественное издание здесь невероятно качественная бумага такая желтоватая совершенно прекрасная печать на мой взгляд книги совсем крохотулечки они прямо по 300 страниц довольно крупным шрифтом здесь еще есть такой вот клапан то есть тут прям все по красоте да это склейка да она кстати довольно неплохо раскрывается потому что видите до чего можно раскрыть нормально очень приятный дизайн то есть он настолько симпатичен что я вот как взяла я все время их щупы и все время очень очень сильно хочу прочитать просто из-за того насколько они приятные в руке какие они при этом вот видите гибкие достаточно то есть издание огонь если вы думали покупать вот это вот именно в таком издании то я рекомендую она очень очень качественно сделано прямо любовь и обложка красивая да может быть без вайба в книге потому что я думаю в книге уже пять страниц прочитала в первой и сразу есть некая разница потому что обложки такие немного пафосные но издание просто конфетка издание конфетка и я вот просто сейчас дочитаю гармингаста и сразу же возьму джаспера форда потом я стояла полки с фэнтези естественно господи не могла я поперлась эту полку постоянно посмотрела почему так много стивена кинга и такая ну потому что это стивен кинг посмотрела как красиво издается янка адалт такая симпатично симпатично видела зашибенное издание рэй брэдбери подумала вау у нас научились делать классные лимитки неужели конечно нет такого роскошного выбора по лимиткам но в целом видимо даже пытаются и что-то действительно лимитированное выглядит я порадовалась конечно за наши полки за то что они могут похвастаться даже красотой возможно не в том количестве как зарубежном буктюбе но тем не менее но мне нужно было просто что-нибудь купить душа моя требовала потратить денежку на фэнтези я чуть было не купила империю имперов но подумала 800 рублей ну как бы не зачем тебе не знаю возьми что не подешевле вот это вот и в общем я топталась топталась я в итоге увидела в мягкой обложке опять азбука фэнтези просто сандерсона эландрис его вот я не читала сандерсона давно стоит в планах тоже но увидите фэнтези я читаю в основном под настроение поэтому настроение ко мне пришло я готова я еще знаете как-то пересмотрела видос светланы которая редактура или жизнь где она конечно же советует с чего начинать сандерсона но я пошла не по заветам светланы я решила что я начну с эландриса просто потому что эта книжка стояла на полке и можно было купить буквально вот за 300 рублей судьба пойдет отлично это оригинальная обложка вот картиночка она изначально оригинальная как все это выглядит вот здесь вот в целом это отвратительно ну то есть этого прям совсем и так себе мне не нравится и волшебник земноморье вообще как выглядит азбука фантастика вот эти вот куски цвета цветного полотна на обложке портят всю картину картинка симпатичная хотя даже в оригинале у сандерсона гораздо больше нравится что там белое такое черное зеленые такие тени так что-то красивенько все это размывается уходит на фон в общем классная обложка вот там есть но это она и в оригинале выглядит странно окей но там шрифт просто сам по себе симпатичен за счет своего ретро вайба характерного для фэнтези в англоязычных изданиях а у нас конечно ну просто просто азбука классика в ухудшенном скажем так варианте с обложкой вот этот цвет и странные странный компонент как-то все это странно конечно выглядит я немного не понимаю и мне бы хотелось чтобы азбука фантастика в мягкой обложке выглядела чуть лучше но что есть то есть у меня это закрытие гештальт это вот как ведьмак я докупила ведьмака я поняла что я хочу полностью собрать жулиана барнса наконец-то сколько можно уже ждать я читала у него нонфиг не красный который темный открой глаза или как-то так он называется я читал у него артура джордж я читал у него шум времени читал у него предчувствие чуда я читала предчувствие чудо вечно путаю сэн петчет предчувствие конца я читал у него одну историю пять то есть пять романов у меня есть его красный нонфиг который с мужиком в халате роскошный у меня есть шум времени собственно говоря есть черный нонфиг открой глаза и вот я просто скупила всего барса который был в наличии ощутимо что мне не хватает конечно же метролэнда мне не хватает попугая по-моему флабера или как он называется да пульс тоже нет и нет так любовь и так далее по моему вот этого нет до ее встречи со мной короче много еще чего у меня нет джулиана банса я кстати не знаю те книги наверняка я уже не найду в таком издании потому что моя цель была именно взять банса в мягком формате big book просто потому что мне больше нравится он вот в таком виде он удобно естественно я взяла ну давайте с конца джулиан банса и лизабет финч обложка концептуально как в оригинале но затылок в оригинале мне нравится гораздо больше изящнее как то больше наверное похоже на то что скорее всего мог написать банс а у нас вот эта вот девушка она более миллениальная как будто бы чем то что передает оригинал мне в оригинале еще нравится прядь волос очень красиво выглядит джулиан банс одна история по моему да это оригинальная обложка вот она у меня появилась ее читала предчувствие конца тоже читала оригинальная обложка очень симпатична это мне нравится на больше всего из всех обложек банса ну не считая мужика в красном мужик в красном халате это просто лучше нечего бояться слушайте мне вообще не нравится наша обложка она дурацкая на мой взгляд как бы так себе наверное она не в мягкой обложке рельефная да скорее всего но мне не очень нравится потому что в оригинале во первых есть обложка с портретом барса и это лучше я считаю это лучше почему почему это самая идеальная обложка для этого романа там еще такая забавная обложка есть просто с могилой это здорово я взяла артура и джорджа мне нравится наша обложка она симпатичная она очень вполне себе выдерживается в на викториане боже это кстати один из самых толстых романов барса но очевидно скорее всего это отсылка к толстым романом викторианы великолепие причем в оригинале этом обложке никакая не поразили наверное только с городским пейзажем не понравилось как все было джулиан банс ну это наша обложка она мне в целом нравится слушайте в ней что-то есть но она как будто бы совершенно наверное не рассказывает про роман еще к тому же это и идеология потому что есть вторая книга и еще там прекрасные обложки то есть у этого романа одни из лучших обложек как мне кажется интересные и история мира в десяти с половиной главах мне не нравится наша обложка опять же она про что а ну да она тоже проноев ковчег как бы как бы наверно я поняла что меня смешает очень много бронза в обложке и вот это вот название в результате видите на картинке как будто потеряется размывается и выглядит как-то очень грустно не в восторге от этой обложке и потому что вообще у нас была уже обложка в серии иллюминаторы по моему совершенно прекрасные и это ссылка опять же к потопу но цвета роскошные и в оригинале тоже отсылки к потопу и тоже роскошные поэтому с банцом нет на самом деле с банцом у нас все хорошо прекрасные обложки в целом ок просто в оригинале не местами интереснее местами более лучше играют с тобой как со зрителем да когда ты смотришь просто на обложку и такой это джулиан барнс и смотришь на обложку такой это джулиан барнс некоторых наших решениях я не чувствую этого ну то есть например вот здесь я не совсем чувствую что это джулиан барнс хотя сама клеточка и как бы игра с буквами в клеточках мне нравится ну в общем у меня есть барнс мне можно поздравить не весь но много я собрала из того чего мне не хватало из того что я покупала еще русского да потому что остальное все это посылки подарки я наконец-то тоже закрытие очередной гештальтов о чем так а что из этого такое тяжело а это вот это вот это вот тяжело я взяла дэвида герберта лоренса любовник леди чады были вот в этой серии который мне очень нравится по дизайну она достаточно провокационная как мне кажется но это вот тот случай когда эстетически провокационно вот назовем это так и мне вообще безумно нравится идея оформления этой серии поэтому я прям смотрела эти обложки разные романы но мне конечно нужен был только этот потому что там есть по моему какой-то японский роман дази джон клэланд и хара сайкаку и октав мирбо вот это мне конечно надо было только лоуренса наверное единственное чему я могла бы придраться это то что вот это самое непосредственное изображение оно рельефное и знаете лакировочка вот эта вот вся сверху да она не знаю вот мне кажется вот здесь вот эта лакировка рельеф в результате чего в результате этой лакировки лишнее лишнее потому что если бы полностью было матовое было бы гораздо гораздо красивее но здесь все на мой взгляд очень даже это вообще выглядит в целом как магистраль по магистраль же да называется этот серед просто ответвление этой серии по дизайну поэтому если вы хоть раз щупали книги в этой серии вы знаете как они ощущаются очень приятное здание учитывая как я люблю мягкий переплет да единственное что здесь когда раскрываешь наверное вот видите текст вот сюда заведен очень сильно и даже и раскрывается хорошо но текст слишком глубоко заведен есть такой момент по моему это серии да это серии еще и с клапанами и когда открывается то есть вы открываете клапан розовый а потом вот так вот коп и тут все такое черное роскошное божечки мои а потом оп розовое и снова черное о боже нет это хорошо и я соответственно взяла дэвида герберта лоуренса сыновья и любовники вот собственно два романа это просто эксклюзивная классика ничего особенного хорошо спасибо скажите что здесь не такой мелкий шрифт она не так плотно склеена у эксклюзивной классики есть какие-то книги которые очень очень плотная склейка хрена откроешь ломать вообще не вариант потому что в отличие от зарубежных изданий я в наших совсем не уверена и что они не распадутся и поэтому ломать не хочется здесь мягкая склеечка здесь видите она достаточно сильно открывается и это хорошо за это спасибо мне в целом показалось довольно симпатичная здесь вот обложка а у какого-то из этих романов по моему у любовника есть совершенно прекраснейшая обложка в оригинале она такая красивая красивая я люблю такое в классической литературе давайте посылки подарки наверное что сначала что сначала мне надежда моя подписчица господи посылка просто на миллион прислала классическую британскую литературу викториану в издании боже мой я не могу налюбоваться честно она мне предложила еще несколько вариантов и я знаете как на лотке вот это вот я вот у меня вот это вот это мне нравится а вот это мне не очень в общем я еще и повыбирала между прочим это совершенно прекрасно и у меня появились во первых я даже не знаю что первым показом давайте тогда сначала конечно же уильям текера история генри эсмонта я безумно обожаю вот эту вот всю серию текеры которая была выпущена сейчас скажу вам это издательство правда восемьдесят девятый год у меня ярмарка чеславия и верджинсы в похожем оформлении и я обожаю обожаю вот эти вот издания правды они они такие современные господи боже мой они так похожи на букинистику зарубежную ни с чем не сравниться и кстати вот в этих вот книгах они еще и разворачиваются просто великолепно вы посмотрите на это вот вот что значит хорошая склеечка мягкая гибкая и хорошая печать здесь прям очень хорошая печать здесь все очень хорошо сохранилось очень яркий шрифт сейчас супер класс обожаю эти издания не нужен был генри эсмонт потому что сказали хорошие умные люди и я все-таки в такие они так разбираюсь как в диккенсе что прежде чем читать верджинс надо прочитать вот это вот что это типа одна вселенная а так что на меня как будто услышала и у меня появился просто генри эсмонт хотя я планировала его искать но когда бы я еще дошла когда бы дошли мои руки а так он у меня вот есть так что я даже подумываю что я нет я честно пока не решила что я буду читать в новый год потому что в новый год я всегда читаю викториану посмотрим возможно как раз так и рей почитаем и мой любимый диккенс я тоже такому надо что-то докупить диккенса я у него что-то прочитаю на новый год что что-то бы запас положить и я как раз хотела себе брать донби и сына вообще диккенс у меня в азбуке классики ну просто потому что это удобно когда я увидела что нади мне предлагает диккенса в мягкой обложке а формате при этом в нормальном в евро формате я просто умерла от радости потому что это это мечта если бы я могла читать диккенса в оригинале я бы собственно уже бы покупала его именно в оригинале только из-за того что можно купить нормальный формат в мягкой обложке и когда я увидел что я могу донби и сын просто получить вот очень красивые книги они великолепно изданы так подобраны со вкусом изображения и вы знаете вот никто здесь не лоханулся что называется в платьях не мужчин не женщина чтобы соответствовать эпохи который пишет диккенс боже они так приятно ощущается это великолепно это роскошь это серия классики и современники издательство москва художественная литература 89 года что я могу сказать я могу сказать что восемьдесят девятом году и соответственно девяносто первым в начале девяностых издавали совершенно потрясающие книги которые по формату ощущению как зарубежное издание классики без комментариев боже это это роскошно это просто надеюсь делала мой новый год и это дубль меня соответственно я азбуку классику уже спустила на первый этаж посмертные записки пиквикского клуба здесь картиночки совпадают поэтому я показываю только первый том например могу вам показать вот господи и я знала что-то дубль но я я все равно да да я беру потому что блин это издание она совершенно роскошно и просто я по-моему да я правильно показываю смотрите на это и они тоже великолепно изданы но это по-моему правда это не художественники да это правда 90 год а внутри да как красиво в батюшки мои вы посмотрите на все эти вензелечки умы на все эти буковки на этот литринг это прекрасно я обожаю обожаю эти книги букинистические мне даже захотелось перечитать но собственно у меня давно стояло в планах перечитать пиквикский клуб но я думаю о том что я все-таки наверное прочитаю диккенса все романы которые не читала приобрету их а потом буду перечитывать записки но собственно вот они у меня появились не описать как я обожаю вегетарианскую литературу и насколько для меня огромное счастье просто получить ее в таком издании который моей душе ближе ближе я понимаю что все эти огромные там а диккенса это кайф и это ну совсем как бы да для продвинутых но нет мне ближе что-то вот что-то вот такое так потом о боже у меня пришла гигантская гигантская коробка от галины моей подписчицы бустера изначально она мне написала мол снежана вот вот такая книга к любителю кое-кого сейчас я покажу последний момент я такая да конечно потом еще мне предложили еще одну книгу а потом я просто сфоткала свою британскую полку и и так как это конечно пополнение в первую очередь моей британской полки но но обратите внимание я не показываю скандинавов я не показываю их осознанно я просто сразу все что мне появилось скандинавского поставила на полку просто чтобы вы понимали наверное из вот я показываю еще 40 книг из них наверно книг 15 еще было бы скандинавов и это очень много у меня никакой бы выпуск по книжным покупкам это не выдержал и я приняла влевое решение что я просто скандинавов сразу убираю на полку даже не буду показывать в книжных покупках вы потом все это увидите все равно в моем обзоре скандинавской полки но у галины в посылке был шоколадный папа шоколадный папа и меня просто флэшбэкнуло флэшбэкнуло в мои самые первые годы когда я только начала увлекаться скандинавской это было что-то там был рой якобсон тоже просто повести и там сборник повестей как это было советском издании но на самом деле конечно романы скандинавские там разные страны собраны три классических скандинавских романа и и ну помимо этого у меня там появилась сири петерсон например я полностью собрала а потом а кодина покупала сестренные колокола еще что-то короче скандинавов очень много поэтому я их тут просто не показываю простите пожалуйста все любители скандинавской литературы все увидите потом на полке ну помимо помимо скандинавов которые я мне кажется орала чайчка я вскрыла эту посылку галины я как будто сделала огромный заказ букинистическом магазине и это это было вообще что с чем-то во-первых мадам оракул маргарет эдвуд покетбук странная совершенно картиночка выбрана ну окей потому что в оригинале безусловно все очень красиво мне очень понравилась обложка где там это женщина волосы все дела потом есть вторая обложка это видимо какая-то серийная серийный выпуск обложек потому что в похожем оформлении есть слепой убийца а потом еще какая-то есть странная обложка ну в общем этот вообще в целом издают красиво там прямо интересно разглядывать ее книги как ее издают на английском языке ну у нас это покет я не знаю что это совершенно просто это эдвуд у которой я читаю все все еще тешу себя надеждой собрать трилогию безумного дама я даже видел ее в букинистическом полностью и и не взяла я не знаю почему я этого не сделала и мне нет оправданий вообще никаких хилари мантел перемена климата и на самом деле это роман о миссионерском служении в южной африке и это так неожиданно так круто но эта тема священников мое это мне напомнила и библию едоносного дерева да интересно который из этих романов был впервые вообще издан библия или вот этот вот этот роман сейчас я вам скажу какого года 94-ый год издания хилари мантел хилари мантел я очень-очень сильно люблю ее две части по-моему я уме читала из трилогии про волчий зал или только первую не помню кстати вот надо перечитать я очень хочу собрать эту трилогию безумно безумно свое время полюбила волчий зал несмотря на то что я помню анастасии завозовой он тогда не зашел очень сильно ориентировалась вообще на все что она читает в то время но это было роскошно поэтому конечно хилари мантел да еще и на тему священников господи да еще и вот в этой серии она очень красиво я очень люблю эту серию на такая она выглядит так интеллектуально она выглядит слишком умной для меня эта серия но а серия как называется двадцатый век the best и господи как вам показать вот так покажу просто зацените 3 кингсли эмиса человек которых собирает полку британцев получил 3 кингсли эмиса сразу галина вот так как скандинавская полка у меня расширяется и так просто одним выстрелом можно сказать расширилась британская полка и я охренительно счастлива по этому поводу и эмис я у него читала вот этот его знаменитый роман да визунчик джим он по-моему называется естественно собирался у него читать что-то еще и вот у меня теперь появился один толстый англичанин серии зарубежная классика люблю кстати и и у меня появилась девушка лет двадцати на все времена кстати забавно здесь вот обложка смотрите какая девушка да вот такая да а в оригинале девушка но и собственно старые черти и тоже вот в этой прекрасной серии а вот это книга на все времена да да мне тоже кстати очень нравится эта серия потому что в ней очень много британцев было со время издано и ой ой не потому что роман нет роман это мишель фейбер будь в моей шкуре мишель фейбер который багровый лепесток и белый прекрасно и тоже у меня он стоит в планах что я буду его читать дальше но меня обложка ввергает все еще в состоянии ой я даже не знаю что по этому поводу сказать потому что хотя мне нравится как ну вот это все закомпонованно да все эти блоки цвета это все забавно это за иллюминатором серии литературного века не нравится когда асбн выносится вот сюда вот на обложку на лицевую сторону прикольная идея люблю такое но что происходит на этой обложке я не знаю при том что в оригинале они крутые интересные адекватные а это что это что это что за что это а нет я вижу здесь тоже есть что-то про автомобили на что это за хрень непонятная когда-нибудь я прочитаю и пойму и гвоздь сегодняшнего вечера свете прожекторов появляется джон ирвин и его сборник рассказов это моя любимая по сохранности букинистическая и в целом по качеству издания серия интеллектуальный бестселлер по-моему да у нас да интеллектуальный бестселлер но мне очень-очень конечно не нравятся картинки которые используются для этих романов и здесь вообще конечно очень интересно зачем это почему это и так далее хотя выглядит ну симпатично окей симпатично но я не уверена что это совпадает со всем что происходит сборки потому что изначально в оригинале там вообще свинья на обложке потому что в оригинале а сборник называется по названию первого рассказа спасая пигги снида вопросики у меня как всегда к выбору изображений в интеллектуальный бестселлере ну это вообще такая хромающая вещь но просто просто мне когда галина написала я такая простите я протру глаза и я что я вижу джона ирвинга сборник рассказов блин все в следующем году надо прочитать меня вот лежит в планах я забыла что у меня полка с непрочитанным уже давно там не находится там полностью скандинавы что у меня сейчас все вон там вот и собственно тоже добраться до этого подарочки я как человек который отсылает новогодние подарки в ноябре ну просто потому что я ухожу в отпуск декабре мне не до упаковок отсыланий всего вот этого я все делаю очень-очень заранее до отпуска я еще все разослала в начале ноября по моему соответственно я и свои получила тоже довольно рано и я очень-очень этому рада у меня новый год просто начался очень-очень рано конечно же мне пришла посылка от машей маша я помню что вроде как я давала ей список чего я хочу но маша помимо этого всегда умеет удивлять и за это я конечно обожаю посылки потому что например она мне вложила дуги бримсона крылья воробья это британщина более того это прям знаете жанровая литература про спорт эта книга про футбол причем я скорее всего подозреваю что она будет по своим настроению по своему посылу что-то вроде вот этих вот всех фильмов где у нас команда приходит какой-нибудь тренер которая ее спасает спасает клуб спасает команду в общем все как мы любим я люблю футбол я люблю футбол поэтому когда я увидела что маша мне положила я как ни странно сразу я вспомнила я сразу вспомнила что это за книга я такая а так это но обложка ну просто странная хрень это амфора еще к тому же и какая-то старая не 2013 бывает старее конечно тем не менее очень странная обложка но более того вы знаете в оригинале она тоже странная там есть тоже птичка и ощущение такое что насырла на обложку очень странное решение я не понимаю его вообще и поэтому наша еще как бы хотя бы здесь нет какающий птички уже прогресс поэтому у меня есть просто книжка про английский футбол окей меня наконец-то наконец спасибо маша у меня наконец-то появилась джоан харрис джентльмен и игроки по моему по моему я хотела этот роман как нео викториану но я не помню если здесь линия 19 века кстати птичках я уверена что мне понравится я достаточно читала у джоан харрис по моему три или четыре книги для того чтобы знать что мне нравится как она пишет поэтому я в общем-то давно думал о том что мне нужны джентльмен и игроки просто потому что ну это джоан харрис которая написала что-то про английскую школу конечно же мне это надо еще и вот в этом новом роскошном издании вот в этой серии в которой печатаю сейчас джоан харрис хотя мне безумно понравилась серия у инспири по моему евроформат мягкая обложка скошная совершенно прекрасно гибкая склейка в общем роскошь если вы только начинаете собирать джоан харрис обратите внимание на ту серию но этот да да только это такой знаете soft touch который чашка кофе и у вас все будет вот здесь даже если у вас чистые руки намажите руки клеммом все будет на обложке издание очень сильно напоминает мне магистрали внутри очень сильно похоже на магистрали на вот это вот что у меня лоуренс я купила ну примерно она и есть такие большие клапаны клапан фактически размером на полностью страницу а здесь глянец в цвет обложки неплохо неплохо это контр рельеф ли это рельеф подождите не могу понять еще бы ногти у меня были конечно они обстрижены как всегда из-за гитара это контр рельеф прикольно я люблю вот я рельефа не люблю контр рельефа я уважаю красивенько лаконичненько минималистичненько вот вот видите она еще так с фольгированием это вот все блестит как надо здесь все очень даже классно и шахматы не просто так потому что я обратила внимание даже в оригинальных обложках есть башка шахматами есть обложка для кинула тоже там мальчик с шахматами и мне больше всего конечно понравилась обложка где ворота школы показана она классная у меня наконец-то появилась элизабет фон арнен элизабет и ее немецкий сад а кто у нас написал колдовство в апреле колдовской апрель или чуть такое они она случайно нет не сказано да это написала она у круто колдовской апрель мне очень понравился хотя я помню что маша конечно отругала ужас но я обожаю колдовской апрель это совершенная прелесть прелестно это лайвбук и это тот самый лайвбук который очень очень напоминает вот сейчас из последних вышли это наверное виктория лоид барлоу маленькие птичьи сердца обожаю этот роман примерно то же самое издание коричневатая желтоватая почему коричневатая желтоватая бумага не раскроете его так вот видите она как стоит колом книжечка но но мне во первых очень нравится иллюстрация на совершенно прекрасно конечно же прекрасно а ничуть не хуже оригинальных обложек на мой взгляд вот наше издание это прямо чудо чудное и душевное и внутри здесь вы когда открываешь что такой форзац роскошный просто посмотрите на этот оранжевый а потом начинается самая прелесть здесь когда ведут главы сейчас я дойду вот о боже мой вы посмотрите как это красиво выглядит охренительно здесь как будто гербарий заложен и более того я сначала думал о это наверное как в той серии вот эта знаменитая серия когда складываются корешки в цветы в сад не очень ее уважаю потому что внутри она вся однотонная но если ее не переделали в каких-то новых изданиях у меня вот джейн остин томас гардии и внутри там унылый коричневый еще и плохо напечатанный я поэтому весьма скептически отношусь к этой серии хотя цветы великолепные обложки тоже очень красивый а здесь перед каждой главой разный гербарий он боже мой посмотрите какая это красота и здесь реально хочется рассматривать книгу просто просто из-за вот этого вот боже лайфбук их дизайнер их дизайнер кто вот это вот дизайнер скажите мне пожалуйста оформление обложки анастасии ивановой и вот эти вот и вот эти вот цветочки помните в прошлом выпуске книжных покупок показывала кейт нан там тоже были вот такие цветочки моя любовь моя любовь и она очень легкая я очень люблю книги лайфбука за то что они очень-очень легкие любить обожать и как это ни странно у меня появилась пони гармус гармус уроки химии это вот тоже машин сюрприз но он стоит у меня в планах я хотела его почитать меня наверное знаете что больше всего смущает не смущает наша обложка потому что в оригинале ты когда смотришь на эти обложки у тебя все-таки обложка это всегда изначально создает настроение ощущение твои от книги и когда ты смотришь на оригинальные обложки по сравнению с нашей есть разница да в интонации обложек и вот здесь какая-то не знаю сентиментальщина возможно там и будет сентиментальщина достаточно типичная для азбуки что это у нас как называется эта серия в сериях азбуки вообще путаюсь если честно нет цветной срез а жаль здесь кстати цветного среза на мой взгляд не хватает короче вот в оригинальной обложке мне нравится больше вот и все все что я могу сказать а так внутри это типичный шрифт азбучные вот этих вот их slim форматов не знаю там даже кейт аткинсон издается в таком шрифте очень очень привычный запоминающийся шрифт который тоже сразу узнается так второй новогодний подарок от моего любимого новогоднего санта из москвы слушайте это просто бинго это даже не бинго это не знаю что выбить этими книгами в том плане что я получила просто книги которые очень-очень давно хотела у лайфбука во-первых у меня появился уильям д резервец господи не обмануть бы каждый раз фамилии экономика творчества двадцать первом веке как писателям художникам музыкантам другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий это нонфиг я читала у д резервица не знаю куда ставится ударение эти еврейские фамилии уроки джейн остин и вы знаете совершенно прекраснейшая книга прям обожаю ее и тоже надо уже наконец-то купить себе потому что я ее покупала но не себе в подарок и теперь очень хочу себе уроки джейн остин тоже надо взять уроки джейн остин были написаны очень очень классно и интересно легко не слишком сентиментально смешно иронично в общем как эссеист монета до д резервец очень сильно понравился я когда операщу видео название потому что конечно же мне очень интересна эта тема мне вообще интересно как современное искусство выживает зарабатывает мягкий переплет мягкая обложка софт тачь невероятный причем вот это вот вся картина и вот это вот все это рельефные вот это вот обычная плоскость вот это уже прям наверно видно будет да что это уже рельеф и знаете моя в чем претензия моя претензия в том что у нас название поменяли вот здесь кстати серый форзац серый роскошный на контрасте с таким желтым серый форзац это тоже очень очень круто очень по-современному потому что в оригинале роман роман но фиг называется смерть художника как креаторы борются за выживание в век биллионеров и больших технологий разница смысловая вот это вот тонкий тонкий смысл который так любят засовывать в сабы в наши сабы русские у сериалов когда ты слышишь одно в сабах почему-то пишут другое ты такой думаешь блин чё с вами не так зачем вы поменяли смысл важный в диалоге и здесь примерно то же самое хотя безусловно экономика тоже 21 веке тоже помогла лайфбуку продать мне эту книгу но но оригинальное название них не хуже но в смысле наоборот оно более броское более завлекающее зачем переделывать зачем делать его более интеллектуальным заявкой на реально нонфик от маркинима не знаю но очень много вождаю приятно вот этого нонфика обложка мне очень нравится наша ну потому что я люблю желтый цвет и он по моему совершенно роскошный но в оригинале мне очень нравится игра обложки с названием если у нас в оригинале смерть художника и вот этот красный но эта краска из тюбика и при этом типа кровь смерть художника смысл смысл да есть такие тонкости конечно но вот наконец-то мне есть эта книга потом у меня наконец-то появилась мэка улица исключительной в переиздании все-таки я решилась заполучить себе ее в переиздании мне вообще не нравится эта обложка я посмотрю сейчас кто ее делал то серию тоже анастасия иванова анастасия иванова зачем зачем нет вот это мне не нравится это прям очень плохо у меня есть еще маку в улице в розовом цвете в похожий и это прям хотя мне нравится зовут вайп знаете американской тусы лагерной и самого изображения наверно мне не нравится шрифт мне нравится вот эта вот вся история дико-розовая странная создается ощущение знаете какого-то молодежного чтива но роман не про это и вот первая обложка она как раз чуть больше вдохновлена оригинальными обложками потому что в оригинале у мэк в улице как правило обложки в основном сосредоточенные на работе с цветом со шрифтами вот в этой большей области и первая обложка русская исключительных она тоже с этим работает жаль что вот переиздание которое так-то важно конечно и нужно по идее потому что типа в первом издании нет какого-то куска текста хотя я ничего против не имела того что героиню зовут жиль здесь уже оставили имя джулс ну короче мне не нравится обложка мне нравится очень сильно роман я его читала я очень сильно хочу его перечитать я обожаю мэк в улице она роскошная писательница она для меня вот патчет антайлер мэк в улице обожаю ее и обложка и и у меня появилась патриция локвуд святой папочка да это мемуары я не всегда читаю мемуары и вообще на самом деле не сильно люблю мемуары но но автобиографическая книга одной из самых остроумных американских писательниц писательниц и бла-бла-бла об отце эксцентричном католическом священнике рокере продано все боже я так рада что из моего вот такие нова виш-листа мы не собрали именно вот эти книги и собственно тоже и святого папочку я очень сильно хотела эту книгу она еще и издание как я люблю то есть вот вот этот лайфбук видите насколько он ощутимо отличается от элизабет фон арни вот это вот гибкость и какая она смешная обложка она так круто сделано блин она очень крутая она прямо это бы немного знаете даже через чур да но что-то в этом есть что-то и есть финалист букерской премии ой мне очень интересно что это будет что тут внутри дизайн обложки кстати ксении волковой служитель веры 2 служения младенцы в чистилище боже это будет что-то огненное довольно большой шрифт довольно большой шрифт белая бумага кстати потому что лайфбук иногда делает желтоватую бумагу здесь прям белую и вот так все это выглядит в начале глав просто симпатично в стиле вот этой надписи папочка вручную роскошная книга лайфбук конечно выбор книг иногда заходишь и думаешь боже я хочу мне все они все они все но очень много и вот наконец-то из этого очень многого часть появилась меня ну и все наконец-то мы идем в книги на английском в мой большой закуп я поделила на три категории первое серьезные книги то есть это все еще для легкого чтения вы знаете что я не читаю супер умную литературу на английском но что-то более серьезно то есть это какие-то может быть семейные драмы истории про дружбу еще что-то такое потом такая категория это супер легкое чтение всякая всякий чиклит может быть даже и третья третья я умею читать на пальцах да вот это вот третье это логобук я разблокировала наконец-то возможность покупки на логобуке и все все душа понеслась в рай в рай в пустом кошелечке в бисерном мне очень много нужно прийти в январе наверное в январе придет в конце даже наверное января я жду там очень большую посылку так ну давайте давайте легкая литература для серьезного чтения вот назовем это так во первых я взяла эмма страуп all adults here мне просто понравилась обложка в общем на этом можно перестать все обсуждать и просто уходить на самом деле у нее есть второй вариант у этой обложки показывать чтобы вам не отсвечивала потому что здесь вот эти буквы они рельефные залаченные и они видите прям бликуют эти буковки есть вторая обложка и собственно со второй обложкой эта книга переведена на русский то есть из всего что я буду сейчас показывать наверное вот этот роман единственный но кроме естественно того что там я еще покажу переведено на русский язык поэтому если что она есть она по моему издавалась в инспири и там обложка опирается в первую очередь вот на ту оригинальную но вот это мне нравится даже больше меня почему-то ужасно завораживает вся идея с отзывами вот здесь но вы знаете как я люблю у когда нужно почитать вот за фута когда нужно почитать идут за фута к ну то есть когда тебе нужно переворачивать книгу именно обложку то есть саму книгу и я не люблю читать таким способом я не любитель всех этих странных историй но на обложке я люблю такие штуки стать и о птичках здесь тоже есть эти развороты. Видите? Потому что изначально картинка размещена вот так. Вот. Дом. Дома. А буквы размещены вот так. Ну, по-моему, это чертовски классно выглядит. Минималистично, круто, интересно. Я не знаю, что это. Это какая-то семейная история. Нет? Не семейная история. Аннотация. Fresh and funny. Спасибо. Я понимаю, что это fresh and funny, но можно мне как-то... О чем? А то я что-то купила. Потому что посмотрела на обложку и мне понравилось. Ладно, потом разберемся. Это, кстати, у меня пингвин. Интересно, эта стопочка не рухнет на меня. О, книга с одной из самых красивых, на мой взгляд, обложек. Боже, она совершенно прекрасна. Хотя в ней тоже, казалось бы, ничего особенного нет. Но Джерард Уудворд. The Paper Lovers. Смотрите, во-первых, на это. И вот видите, вот это вот оранжевое, да, вот покрышку, как оно? Оранжевый кусок. И... Как оно красивенько переходит в задник. По-моему, это гениально. Посмотрите на эти цвета. Нет, ну вы только посмотрите на эти цвета. Боже мой. А склейка... Средняя жесткость, я бы сказала так. А здесь... О, сразу ломается корешок. Тоже средняя жесткость. Окей. Это роман, причем, про взрослых, про внезапные измены в браке. При этом тут что-то есть и про Бога, и про открытие Бога для себя, когда ты уже взрослый в браке. Короче, здесь прям какой-то супертреугольник. И это типа роман про любовь, но это не просто роман про любовь. Это какое-то серьезное исследование человеческих отношений. Я, естественно, купилась на обложку, в первую очередь. Потом я прочитала аннотацию и поняла, что это то, что мне очень-очень-очень-очень нужно. Хорошая, вдумчивая проза. Все еще какая-то легкая литература, не претендующая на суперинтеллектуальность, а изучающая именно обычную жизнь людей. Но вот в данном случае довольно сложные отношения. Я взяла Т. О. Брейт. Господи. Когда-нибудь я не буду лохом, который неправильно читает фамилии. Inland. Это прям восторг, слушайте. Причем вот у меня вот такая обложечка, а в оригинале она есть. Кстати, вот у Paper Lovers вторая обложка окей. То есть красиво. Я люблю вот эти вот все игры, но это, на мой взгляд, гораздо симпатичнее. А у этого есть в похожем стиле. То есть здесь, видите, вот эта вот вся графика. Все это очень красиво. Это сразу видно, что это Америка. Просто вторая обложка вот в похожем стиле. Ну, по-моему, они одинаковые. И мне, конечно, нравится. Здесь шрифт прекрасный. Здесь, ну, здесь прям все-все-все хорошо. Еще хорошо, что это типа Нео Викториана. Ну, на самом деле, это вестерн. 1893 год. Это про Аризону. Здесь есть магический реализм, по-моему. Кстати, он стоял в тегах на Гудрите. Короче, это какая-то очень крутая тема. Совершенно прекрасное издание, потому что оно, видите, с очень хорошей склечкой, с гибкой. Очень большой роман, учитывая, какой здесь мелкий шрифт. Он прям прям очень-очень-очень мелкий. Я обожаю вестерны, обожаю всю эту историю про Америку. Вот это вот все. И поэтому я, конечно же, такая, вау, 1893, вау, беру срочно. Джейн О'Коннор. Нидл Маус. Не смотрите, что обложечка вот, она какая-то прям супер романтическая, супер легкая. Возможно, эта история и будет не очень тяжелая. Но вообще здесь про женщину, которая всю жизнь чудо как-то плыла нетонущим говном по жизни. Еще и вот встречалась со своим боссом, с женатым. А потом вот эта ее тайна, этот ее секрет внезапно вылазит наружу, и ей приходится перестать быть тем, что не тонет, перестать быть стоунером. Пробуждается для жизни, что-то там будет происходить. Вы знаете, для такой нотации, мне кажется, это очень милая обложка. То есть она слишком милая и слишком очаровательная. То есть я посмотрела на обложку, и я в целом подумала, что я покупаю какой-то романтический, очередной, уютный роман британский. Но нет, тут прям тема-то достаточно серьезная. Посмотрим, конечно, как это будет раскрывать автор. Но я такая посмотрела на обложку и подумала... What? Что? Что? Почему? Ну ладно. Клэр Ломбардо. Ломбардо Максима. Простите. The most fun we ever had. Мне в целом нравится обложка. Сразу видно, что это будет про одноэтажную Америку. И это роман о дружбе. Здесь прям много героев. Мэрилин, Дэвид, Уэнди, Вайллет, Лиза, Грейс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть героев. Это что-то будет про дружбу. И я вроде как знаю, что вроде как... Вроде как, вроде как. Анастасия Завозова этот роман не очень зашел, а он очень толстый. Аба-дорогая. Пятьсот тридцать страниц с очень мелким шрифтом. И что здесь внутри? Покажите мне, пожалуйста, по дизайну. А, ну, приятный минимализм. Как бы вот, чтобы было видно. Ну вот так, да. Да, вот так вот сделаю. Должно быть видно. То есть, видите, блин, склейка такая, что я только приоткрыла, собственно, уже начал ломаться крышок. Но я абсолютно не против. О, о, как он круто сделан. Не вот так вот, то есть, а вот по вертикали. Это прикольно. Хотя, конечно, мне нравится этот синий, но, на мой взгляд, обложка с какого-то дерева вот эта вот штука падает. Белая понравилась мне даже больше. все-таки. Ну да ладно. И это что за издательство? Скажите, что это за издательство? Уайленфелд и Николсон. Окей. О, и любимая. Если синяя обложка, скорее всего, Форзетс будет вот такой вот желтый. В полку больших, толстых романов прибыл. И легкая-легкая прям литература. Хелен Каллен. The Lost Letters of William Wolfe. Мне очень нравится эффект на этой обложке. Она вообще крафтовая, матовая. Такая, знаете, прям супер крафтовая. То есть она и ощущается именно как, ну, как прям бумага вот. И у нее есть прям художественный прием. Как будто письмо сложено, бумага сложенная. Очень круто сделано. Вообще очень минималистичное. Ну, вот это вот их любимое на обложке сделать выпуклый шрифт. То есть название романа и имя автора. И мне очень нравится, как здесь зонтик. Зонтик переходит золотой каплей. Как бы так показать в имя автора. Очень прикольно сделано. Склейка средней плотности. Средней плотности. Пойдет. Воу, как... Какая печать. Прям такие черные-черные буквы. Офигенные черные. Ладно. Нормальный шрифт. То есть это не очень толстый роман. Кстати, по-моему, ирландский вообще роман, насколько я вроде как помню. Тут какие-то детективы по письмам выясняют. Письма измялись с дефектами. То есть кому они изначально принадлежали. И вот одному из этих непонятных чуваков, видимо, здесь это будет магический реализм, попадает любовное письмо. И он начинает разматывать, что за письмо. Ну, типа, знаете, все мы смотрели фильм «Письма к Джульетте». И здесь будет, наверное, что-то такое же. Только, я надеюсь, здесь будет что-то очаровательное, милое, прекрасное, уютное ирландское. Возьмем, возможно. Посмотрим. Hazel Pryor. Ellie and the Harpmaker. И я, честно, не знаю, о чем это. Потому что я так давно это покупала, что я уже даже забыла, о чем это. Но окей. Это чистый романс. Это чистый романс. Это видно и по обложке, что это чистый романс. То есть тут вообще никаких иллюзий быть не может. О, какая прелесть. Здесь рельефные. Вот эти буквы рельефные. И здесь появляется вот эта вот птичка. И на самом деле, эта птичка, это отсылка к еще одним обложкам. То есть, если смотреть другие обложки у этого романа, то там видно, что вот эта вот птичка, здесь она совсем мини-мини птичка, мини-мини. На тех обложках она прямо птичка в центре обложек. Они, кстати, симпатичнее, чем вот это вот. Но окей. Какое-то романтическое чтиво. О, Биб Риджуэй, The River of No Return. Просто посмотрите на это. Просто вы посмотрите. Ну, понятно, тут ничего особенного. Вы знаете, просто периодически правильно ли я показываю, не вверх тормашками. И здесь, ну, обыкновенный минимализм. Ну, вот это вот. Вот это вот. Но это Покет. И это Покет, то есть, это прям вот совсем малышечка. Легкая литература про попаданцев. То есть, это прям фэнтези. Ромэнтези. Потому что почему бы и нет? Потому что вообще это романтический роман про то, как чувак умирает в 1815 году. Просыпается спустя 200 лет. Как бы он очнулся. Ему говорят, что вы назад-то уже не вернетесь. Все, сорян. А он такой, ах, мне там любимая. И вот как-то внезапно они пересекаются с этой любимой. И вернется мы к ней, не вернется. Чем все это закончится? В общем, такой вот очаровательно невероятно красивый роман. И вы знаете, более того, все другие обложки у этого романа тоже невероятно красивые. Хотя одна из них мне очень сильно напомнила обложку Эклиптики. Очень сильно. Ну, окей, окей. Но, боже, это просто красиво. Я взяла просто потому, что красиво. The girl at the window. Ммм, фольгирование как прям. Смотрите. Оп-оп. Оп-оп-оп. Красиво. Да, неплохо-неплохо. Красивый цвет. Красивый синий. Мне нравится, как у нас глубокого такого уходит в градиент. Более светлый, симпатичный корешочек. Прям прелесть. Прелесть прелестная. Это какое-то... Ох, какая склеечка роскошная. Боже мой, какая прелесть. Это что-то про женщину, которая возвращается с маленьким сыном в старый-старый какой-то исторический дом. И там живет ее мать. И там будут отношения с этой матерью. И этот дом, Понден Холл в Йоркшире. Короче, старый дом в Йоркшире. Все, это надо брать однозначно. Какое-то легкое чтиво про старый дом в Йоркшире. Британское. Конечно же. Итак, посылка с лагобока. У меня есть план. Купите бассейн и бар. Собрать всего. Как бы может быть. Я уже заказала The Temporary Gentleman. Или как называется там этот роман. И он где-то там еще ко мне идет. Он придет позже. А вот сейчас я получила наконец-то на хананской стороне. Если на русском. Он Кенен Сайт. Вот. Боже, боже, боже. Причем у Симпастьяна Барри. Дублин, 1918 год. Конец Первой мировой войны. Барри, пишущий про Первую мировую войну. Это лучшее, что может случиться с каждым из нас. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто-нибудь из издательств. Услышите меня. Пожалуйста. Переведите Барри. Ну, хоть что-нибудь еще. Сколько можно поплакаться? Ну, сколько можно жить без Себастьяна Барри на русском? Не считая трех романов. Трех. А у него, у него только про семью Макналти четыре книги. Четыре. А про семью Дан? По-моему, это про семью Дан. Ну, это ирландские имена и фамилии. Я даже не буду браться, отвечать за свое слово в этом случае. Тоже четыре книги. Это, кстати, последняя. Нет, на самом деле, вот все его, типа, циклы можно читать как бы отдельными романами. Он не привязывается в этом плане. Это не фэнтези и так далее. Нет, это самостоятельные романы. Но герои объединены одной семьей. И вот это, собственно, другая семья. Роман относится к другой семье. Я просто, просто, просто... И я внутренне набираюсь сил. Потому что Себастьян Барри далеко не легкое чтение с неидеальным английским. Но когда ты его прочитываешь, ты испытываешь такое огромное количество эмоций. Пока камера была перегрета, я даже успела немножко посмотреть сериальчик. Короче, на чем я остановилась, не помню. Но важно, что мы переходим к самой большой покупке. Ну, во-первых, что я вообще покупала на логобуке? Помимо... Ну, вот у меня Себастьян Барри стоит. Мне нужно докупить... Еще какие-то там книжули из современной прозы. У меня там гигантский план по-всякому фэнтэйзи, который сейчас читает английский буктюб. Я, как это ни странно, смогла взять Мид Найтсан буквально, знаете, по 500 рублей. Ну, то есть 500 чем-то я заплатила, потому что это не кондиция. Наверное, если приближу, да, видно, видите, поломана обложка, ну, как бы ок. Это вообще мне не важно. Просто она стоила недорого. И, наконец-то, я собрала полностью всю Стефани Майер в оригинале. Я уже даже, собственно, придарила в лучшие и более катящие руки перевод на русском вот с этими обложками. Долго и мучительно. Я нашла просто на логобуке обложки белые. И это была роскошь. Это была роскошь. Боже мой, как я, наверное, до сих пор хочу, но уже чуть меньше, потому что я почитала отзывы. И вроде как эти белые обложки очень сильно выгорают на солнце. Прям очень сильно, очень быстро. Жаловались люди на английских просторах. Поэтому я сейчас, наверное, белые обложки хочу визуально. Но понимаю, что если они будут так выгорать, то чтобы это было прям супер важно для меня. Но ты, если берешь белые обложки, ты, конечно, хочешь, чтобы они оставались белыми. Короче, вот все. У меня есть в оригинале. Последняя книга. Я когда-нибудь буду читать ее дальше. Я решила, что я буду оставлять Майер на все то время, когда у меня будет провал в чтении на английском. Потому что для меня тот самый, тот самый идеальный вариант для того, чтобы вытащить меня из-за нечиту на английском. Очень важно было мне собрать всю Майер в оригинале. боже вы посмотрите на эту красоту но это ли не роскошь это ли не роскошь и вот так боже мой а еще здесь вот так вот вот так вот клапан открывается тут тоже видите есть на клапане как бы продолжение истории и а вуаля я насколько поняла что это типа юбилейные издания я видела опять же у светланы редактуры или жизнь красную версию то есть есть вот юбилейные издания в красной версии я не очень хотела в красной версии но потом я увидела что есть в черной вот и я просто не смогла то есть я рассматривала боксы и чтобы хоббит тоже был мне конечно жаль что у меня нет хоббита но я подумала если что я его просто куплю потом отдельно окей я буду читать просто в одной книге по боже мой посмотрите на эту красоту я просто не могу оторваться она так бликует красивенько в этом собственный смысл до всего этого добра это кстати harper collins это их издание я могу сказать что это очень толстая книга то есть чтобы вы понимали здесь довольно мелкий шрифт довольно мелкий шрифт довольно тоненькая вот прям совсем совсем тонюсенькая бумага а страниц всего без аппендикса без вот этих наполнений тысяча тысяча чистого текста это будет моя большая папе в следующем году я решила что следующем году я прочитаю всего властелина колец маргинале не знаю мы сделали ли это но план такой есть план есть что я буду допустим раз в сезон на сезон брать одну книгу и читать ее один месяц в сезоне я выделяю на одну книгу и таким макаром даже если у меня будет это провал и за год я должна это одолеть внутри книги кому он всего лишь я надеюсь что будет читаться все равно комфортно не считая какой-то лексики просто потому что это хороший английский такой знаете прям супер правильный английский с этим проблем вообще не должно быть мне если честно не терпится я очень очень рада что я вложилась и взяла вот это вот добро она выглядит совершенно роскошно толстым безумно толстым если я прочитаю в следующем году подводя итоги тысячи двадцать четвертого года я поставлю себе памятник однозначно я безумно рада что я прочитаю властелин колец в оригинале наконец-то потому что я читала три раза четыре пять сколько там раз я читала на русском и вот пора бы уже и собственно пора пора мой друг пора раз уж я окончательно все засела в чтение на английском сам бог велел все я на этом заканчиваю я надеюсь честно у меня на голову все это не рухнет пишите все ваши комментарии по поводу барнса по поводу всех моих закупов там ведьмак я закрывала лоуренса много английской литературы смысле литературно английском и про подарки я вообще молчу я молчу я молчу это это роскошно и каждый не забываем возможно надеюсь что все-таки я разражусь двадцатью четырьмя часами чтения скорее всего возможно все таки это произойдет потому что пока у меня нет настроения читать инги хару если честно и я подумала что мне никто не отрубит в голову если я все-таки не прочитаю в этом году смысле никто же не отрубит не отрубит поэтому я вольна не читать и и ну вот пока у меня вообще нет настроя и я поняла что я и маленькую жизнь кстати читала спустя три или четыре года что ли после издания поэтому возможно у меня тоже самое будет просто с другим романом инги хары так что до на выпуск надо будет какой-нибудь делать я сделаю либо обзор скандинавской полки потому что мне тоже это стоит в планах снять либо я все-таки сниму 24 часа не уверена не уверена потому что я все еще все жду ваши прекрасные комментарии как всегда спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем выпуске в каком-нибудь увидимся всем пока